Что происходило? У нас особый совет с половиной, о чем провели конкурс. Люди отгадали всех, даже так и правильно, и всех, но почти, и отгадали, что это означает. Это раритетный пацифик, купленный сокрушитель в глядии того времени. То есть это реальная вещь того времени. Пацифик. Я рассказываю тебе, что было. Потом, я сказал, что у нас все битлз битлз, а где Роллингстон? Открывали сначала Роллингстон песня Эджи была. Девушки танцевали под Эджи, все счастливы были Эджи. Потом поставили битлз, бекады с веса, готовили мифы, мифы после творили. Вот такая была программа. Можно приступать к делу. Теперь ты пришел торжественно, можно открываться, можем даже... Торжественно будем есть. Нет? Нет, нет. Мы тебя сестали. Давай я музыку уберем, уже надоело. А, все. Ты когда сейчас выключишься? Она выключишь? Да. Последний. И не трогай, не трогай. Товарищ, я буду, по возможности, говорить кратко, потому что долгие кричи никто не любит. То, что на стенах, это эскизы конкурсных работ в Мемориальной доске Ленинградского рок-клуба. Мы тут с Миттем можем с важным видом стоять, и всех мы уже умеем. Здесь есть два других главных героя. Это Юлия Константин и Ирософ. Вы зайдите сюда. Потому что артисты, они затирают всегда. Затирают. Вот два человека, которые в прямом отношении никакому рок-клубу, к музыке так и не имеют, но проявили инициативу, занялись сбором документов, добились того, что на городском уровне было принято решение об установлении Мемориальной доски по адресу Робинштейна 13. Давайте им поаплодируем. Ура! Молодцы, ребята! Это все 100%. Без этого базового решения все это остальное... Я их не договорился. Не знаю. Длинная речь. Вы хотите что-нибудь сказать? Нет, ничего не надо говорить. Ну вот, это главные герои. Без них ничего бы не было. То есть решение принято. Все остальное, это уже результат воли народа. Я всегда говорю, что как народ захочет, так оно и будет. Решение принято. Народ будет как Микеланджело там работать. То есть будет у нас, значит, на стене Микеланджело. Народ нарисует точка-точка два крючочка. Значит, народ смог так. И все дальнейшие действия зависят от людей. Мне эта история нравится. Это то самое гражданское общество, о котором мы так много говорим. После такого... То есть, ну, мы коллективное мнение начали, пришли к тому выводу, что есть положительное решение. Нужно провести открытый конкурс проектов, ну, или эскизов этой доски. Он был вывешен и тут, и там. Народ, значит, не очень активно, а потом достаточно активно стал присылать эскизы. Вот то, что было присылано как-то распечатано здесь, не такой большой выставочный зал. Мы представим. То есть, демократический ход. Мы должны людям представить. Потому что есть жюри, который может сказать, да пошли вы все вообще подальше. Жюри входит. А мы не такие, правильно? Мы демократы. Разумные демократы. За то, чтобы народ... В крайнем случае, все можно списать быть на народ. То есть, когда я выложил в фейсбуке некоторые, меня стали оплевывать, что это меня, хотя я не оплевывал. В общем, люди, которые там у художника, я отпишу, а что ж ты не участвовал? А что я должен с кем-то участвовать в каких-то конкурсах? Ну, это, товарищи, не наш метод. Наш метод – это свобода художественная воля и изъявления. Вот работа перед вами. Вот специально для желающих не годовать. Где же она? Да, покажите, где книга отзыва. Давайте покажем. Смотрите, уже начали писать. Смотрите, вот тут написано. Книга, вот, сейчас вам предложили. Тут уже, вот, смотрите. Жалобы. Далуй, крал, верю, верю. Вот. И пошло. И уже тут, смотрите, голосуют уже люди, пишут номера. Вот они пишут. И вот. То есть, здесь можно и отдельные номера, и написать, что мне больше всего понравилось, или не понравилось. То есть, это свободная воля и изъявления. Ну, я немножко добавлю. Свободная у нас демократия, но не популизм. Чего бы вы тут ни понаписали, все равно решение примет жюри. В жюри входит главный художник. Во-первых, можно написать, не знаю, изобразить что-нибудь сильно неприличное. Это не будет принято городом. Поэтому в жюри, естественно, образно присутствует главный художник города. Как его зовут? Мор Константин. Да, главный художник. Главный. Они приходят, уходят, должность остается. От музыкальной общественной. Там входит Коля Михайлов, который был президентом Ленинградского рок-клуба. От музея, от Первого национального музея рок-музыки, я тут покажу, от художественной и общественной, ходит Дмитрий Шакин. От общественного объединения, ну, свободной культуры и Пушкинской, здесь ходит генеральный директор Мирон Муджава. Ну, и два героя наши тоже доходят. Вот это жюри, которое примет окончательное решение. Ну, в принципе, здесь так двухэтапно. Здесь представлены все работы, потом, ну, мы уже, так, отобрали четыре. Что-то, может быть, потребует неких доработок. Еще-то я много говорю. Может быть, сейчас... Владимир, ну, тебя все ждали, на самом деле. Ген, Владимир, я просто хочу добавить, что вы так не уходите обязательно, потому что нам важно, чтобы ваши голоса нам нужны. Короче, я помню, я веду сейчас, все объявляются заложниками, пока никто не впишет что-нибудь сюда, в эту книгу, и не будет выпущен с этой... Хорошо, хорошо. Ну, что, да и демократия вас не заказал. Демократия. Что еще? Давайте вопросы-ка, да не убегаем, всех выпустим. А срок, это сколько времени будет? Мы хотим две недели. А если еще что-то появится, кто-то там что-то... Нет, ну, если... Если конкурс уже закрылся, там... Почему? Нет, ну, вообще-то он как бы закрыт. Но если кто-то... А вдруг что-то гениальное? Гениальное. Просто не знали. Ну, вообще, кому бы вы интересный хотел, вообще, у нас есть конкурс, он объявлен, у меня есть положение. Там есть регламент. В принципе, как бы уже это вот те, кто вышли в финал. Нет, ну, если что-то запредельное... Вдруг что-нибудь супергениальное. Сделано в исключении с правилами. Да, да. Но... Решение вообще не зали. Да, ну... Нет, мы гибкие. Мы демократы, но гибкие. Гибкие демократы. Можем мы и так... Еще какие вопросы к нашему Владимиру? А что к Владимиру? Нет, тебя все ждали. Да. Если вопросов нет, тогда ставим мифов, короче, и начинаем. Нет, мы с тобой не посылали. А, демонстрируем. Ура! Сколько раз? Сколько? Шесть. Шесть. Давай, все смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ура! Высоко открыто. Высоко открыто. Ура! Все, ставим мифов, короче. Я просто только ты картулиф. У меня адреналин... Да, садись. Взять, взять и спать. Все, вот. Все, сядь и дыхай. Ставим мифов, короче, и все. С землянических полярчиков. Ага. Так, а мифы открывали, да, руку? Ура, все, и группы открыли. Офигяние, миг, теркало и... То есть кино не... Да, 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 не было никакой. Сколько темного... Пиши. Даже еще алюминиевых хворцов не было. Вот, напиши, у нас есть... Потому что мы открываем аутентично. Мы открываем тем, что как бы... То, что звучало... С Мэдисон стрит... 17. С Мэдисон стрит... Мэдисон стрит... Песня Данилова, ребята. Ну, можно просто поставить... С подряд играл. Мы хотим торжея, а это же тут, слушай, люди, тут же все так торжея. Ой, я не визуал. Если Данилову, мы Данилову, мы Данилову. Да, я так вообще устраиваю. Это здесь не видно, а здесь разные варианты. А какие четыре вы отобрали? Ну, мы... Хороших они... Мы уже не разговаривали. Это Толя. Дом, дем, смотри. Может, рядом этот дом, и он здесь с ром. Вот, Милка, жарю люди. А я тебе нахожусь. Ты написали? Мы не знаем, про имен. Он и Саша, может, шел. Видите? Они ее на Таллинском 3-й и 75-м году записали ролик за Хиза. Здесь же клип. Жел, гонели куда-то попутал. Микр, я вроде не стал обучение. Микр, я не знаю. Мишки. Вопрос с сестренкой. Баррищат, объяснись, сестренки, почему он спит врачать? Да. Открите, закройте. А я в мотоцикле не знаю. А с чего? Группа МИП твоим выступлением открывала ребят с первого парта. Хорошо с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Так ты пиши! Мне не надо! Напиши! Все было! Я хочу тут поли croci вhuh tempach с первого партнера. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok